Здравствуйте, друзья! Меня зовут Жанна, и я приветствую вас на своем канале, где мы записываем простые конспекты сложных биологических процессов и явлений. Сегодня мы с вами порешаем задачу на второй закон Меделя. Задача также будет простой, но необходимо нам просто для того, чтобы понять суть закона. Поехали! Ребята, по условию задачи нам дано, что однотонная окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. То есть А малая – это однотонная окраска. Соответственно, А большое или доминантный аллерген – это будет полосатая окраска. Что же нам нужно найти по условию задачи? По условию задачи с нас спрашивают, какое потомство получится от скрещивания растений. Значит, нам нужно найти F1. Ребята, далее записываем решение. Родители. Какие же у нас родители по условию задачи? Значок мужчины, скрещивания и значок женщины. Значит, по условию задачи оба растения полосатые. Запишем. Полосатость. Полосатые. Далее. По условию задачи оба растения гетерозиготные. Значит, их генотип А большое, А маленькое. Гетерозиготное растение будет давать нам два типа гемет. Это будет доминантный аллерген и рецессивный аллерген. То есть А большое и А маленькое. Далее остается записать F1. Значит, когда мы расставляем стрелочки, старайтесь направлять стрелочку так, чтобы сперматозоиды у нас направлялись к яйцеклеткам, а не наоборот. Значит, первое слияние – это организм получится А большое, А большое. Второе слияние – организм А большое, А маленькое. Далее, аллель А маленькая отправляется к А большому, но записываем мы все равно в доминантный аллерген спереди. И последнее слияние – это два рецессивных аллеля, которые образуют генотип А мало-амало. Ребята, давайте теперь подпишем фенотипы. Первые три организма, каждый из которых будет содержать доминантный аллель А большое, будет иметь фенотип полосатый. Откуда я это узнала? Это я узнала, посмотрев в дыну из условия задачи. А последний организм, А маленькая-амаленькая, он не содержит ни одного доминантного аллеля, поэтому он будет однотонный. Ребята, значит, при классическом втором закон Мендели мы получаем расщепление по генотипу. Это будет расщепление один к двум к одному. Значит, один А большое-большое, два А большое-маленькая и один А маленькая-маленькая. А по фенотипу у нас будет расщепление три к одному. Фенотипу. Расщепление будет три к одному. Три каких? Полосатых. Один какой? Однотонный. То есть, при полном доминировании, при скрещивании двух гетерозивод, расщепление по генотипу и по фенотипу отличается друг от друга. Ребята, если мы вернемся к определению второго закона Менделя, в чем его суть? Второй закон Менделя называется законом расщепления. Расщепление, ребятки. Или второй закон Менделя. Что значит расщепление? Расщепление, это значит, когда мы скрещиваем два одинаковых организма, в потомстве мы получаем расщепление. Причем расщепление у нас будет и по генотипу, и по фенотипу. Если же мы смотрим просто на фенотип в данной конкретной задаче, то расщепление получилось, мы получили как и полосатые, так и однотонные плоды. Ребята, в этом и заключается суть второго закона Менделя. Ребята, задавайте вопросы в комментариях. Если вам что-то непонятно, пишите свои пожелания, на какую тему вы бы хотели порешать задачи, что вам непонятно в задачах. Подписывайтесь на мой канал. И всем удачно сдать экзамены. Подписывайтесь на мой канал.